Салатники, конфетницы, вазы и подцветочник. В советское время стекольных заводов было много. Они находились в большинстве регионов. Алтайский край исключением не был, а потому в семьях часто можно было встретить подобную посуду. Со временем предприятия закрывались, а новые поколения все меньше интересовались такими предметами быта. Бьячанка Юлиана Бакулина до сих пор бережно хранит ценные вещи. Очень люблю стекло. И, скорее всего, это все идет из детства. Вот сколько себя помню, всегда меня привлекали красивые, как я их называла, красивые стекляшки. То есть напоминали в детстве мне всякие леденцы, мармеладки. В моей семье очень тоже любят стекло. И любили всегда бабушки, мама. И, наверное, скорее всего, любовь к стеклу у меня от мамы, а любовь к таким вот старым предметам – это от папы. Вот оно все и сошлось. Сама Юлиана называет себя не коллекционером, а собирателем оригинальной утвари, которую, к слову, она все же использует в быту. Часть предметов перешла из поколения в поколение. Остальную посуду бьячанка покупала, принимала в дар и просто находила на улице. Удивительная история вот этой вот конфетницы из никодимового или александритового стекла, которая меняет свой цвет при освещении. Вот сейчас она такого красивого фиолетового цвета, а вечером без такого яркого освещения она будет синяя. Вплоть до зеленых оттенков даже. А просто шла вечером однажды с работы, смотрю, стоит вазочка. Думаю, померещилась, наверное. О, чудо! Беру! Представляете, она еще и целая. Сотрудники Бийского краеведческого музея говорят, коллекция уникальная. А потому сейчас ее можно увидеть на выставке в историческом отделе. С этого года мы решили не только представлять наши музейные фонды, но и привлекать коллекционеров. У многих бейчан есть дома или собраны целенаправленно коллекции, или просто вещи, которые собирались естественным образом в течение всей жизни, в течение какого-то времени. И мы запланировали три, начиная с выставки Юлианы Бакулиной. Так что в дальнейшем в витринах можно будет увидеть экспонаты других бейчан. Это будут военные миниатюры и миниатюры, посвященные истории пожарного дела в Бийске. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни.